В информационном агентстве «Татар Информ» прошла пресс-конференция, посвященная итогам приема абитуриентов в Казанский федеральный университет на 2019-2020 учебный год. В общении с журналистами приняли участие ректор КФУ Лишат Гафуров, первый параректор Рияс Минзарипов, а также ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Подводя итоги, можно сказать, что приемная кампания в этом году завершилась успешно. Казанский федеральный университет улучшил свои показатели как по среднему баллу ЕГЭ, он составил 80,4 балла, так и по популярности среди абитуриентов. Контрактных мест запланировано было 6704, бюджетных мест 5345. Фактически прием на бюджетные места завершился, все бюджетные места заполнились. Никаких проблем с набором у нас в этом году, как в принципе и в прошлые годы, не было. Так вот, план приема иностранных студентов, который мы себе поставили, 2485 на этот год. На данный момент заключено 2515 договоров, из которых большая часть на сегодняшний день уже оплачена. К слову, интерес к обучению в КФУ среди иностранных граждан высок. Так, по состоянию на 29 августа в ВУЗ было подано 11701 заявление от иностранных абитуриентов из 41 страны мира. При этом наибольший интерес к обучению в ВУЗе проявляют выходцы из Китая, Ирака и Турции. Отдельно затронули и вопрос приема высокобальных абитуриентов и абитуриентов-победителей призеров Олимпиад. Так, в этом году в КФУ зачислено 94 абитуриента, набравших 100 баллов ЕГЭ по одному или нескольким предметам, что на 9 больше, чем в прошлом году. Есть отдельные стипендии для тех, кто поступает по результатам высоким на входе, поскольку мы считаем, что они должны иметь возможность и учиться, и получать какие-то бонусы. Таким образом, в ходе пресс-конференции были проведены факты, говорящие о росте количества абитуриентов, заинтересованных в обучении в КФУ, в частности, среди иностранных граждан, так и о повышении качества приема в ВУЗе. Кроме того, была отмечена полная готовность имущественного комплекса университета к новому учебному году. Отметим, что занятия у студентов в этом году начнутся несколько позже, с 16 сентября, в связи с проведением в последние дни августа мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 и проживанием его участников в кампусе КФУ. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.